Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса. Сегодняшняя наша тема это угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Начинаем, ребята. Получение угольную кислоту получает растворение углекислого газа в воде. Записали данную реакцию. СО2 плюс H2O образуется H2CO3. Но мы знаем, что угольная кислота неустойчивая, поэтому реакция является обратимой. А также, ребята, обратили внимание на вид молекулы и записали структурную формулу угольной кислоты. Продолжаем, ребята, с физическими свойствами. Значит, угольная кислота существует только в растворе. Она очень непрочная и сразу распадается. Как только образуется ее раствор бесцветный со слабым кислым вкусом. Дальше, ребята, продолжаем с химическими свойствами. Угольная кислота обладает как общими, так и специфическими свойствами. Для начала давайте ознакомимся с общими свойствами кислот. Смотрим, ребята, угольная кислота, как и все кислоты, может взаимодействовать с металлами, стоящими до водорода в электрохимическом ряду напряжения металлов. Также может взаимодействовать с оксидами данных металлов, с гидроксидами данных металлов. Хорошо, ребята. А теперь записали данные реакции. Из данных реакций мы можем увидеть, что угольная кислота является двухосновной кислотой. Следовательно, она будет образовывать как нормальные соли, так и кислые соли. Записываем данные реакции. H2CO3 с двумя молекулами натрия ОГАЖ образует натрий-2, СО3 и две молекулы воды. Следующая реакция. H2CO3 с одной молекулой натрия ОГАЖ будет образовывать кислую соль. Гидрокарбонат натрия, натрий-HCO3 и образуется вода. Продолжаем, ребята, со специфическими свойствами угольной кислоты. Она, как мы сказали, непрочная кислота. Обратили внимание на данные реакции и будет диссоциировать в две ступени. Первая ступень отщепляется один катион водорода, а при второй ступени будет отщепляться второй катион водорода и образуется СО3-2, остаток угольной кислоты. Дальше продолжаем, ребята. Соли угольной кислоты. Угольная кислота, как мы уже сказали с вами выше, это двухосновная кислота. Следовательно, будет образовывать два ряда солей. Это карбонаты и гидрокарбонаты. Познакомимся с ними поближе. Карбонаты – это твердые кристаллические вещества. Большинство из них в воде не растворяются. Диссоциация протекает с образованием карбонат-анионов. Дальше обратили внимание на гидрокарбонаты. Это также твердые кристаллические вещества, растворимые в воде. Диссоциация протекает с образованием катиона-водорода и карбонат-аниона. Хорошо, ребята. Я надеюсь, эти данные вы у себя записали. А я продолжаю. Получение. Карбонат кальция встречается в природе. В промышленности из карбонатов главным образом производят безводную соду. Обратили внимание на форму натрий-2-СО3. Кристаллическую соду натрий-2-СО3 на 10 молекул воды. И пищевую соду натрий-H-СО3, то есть гидрокарбонат натрия. Ребята, обратили внимание на данные рисунки. Здесь мы с вами можем увидеть карбонат кальция, то есть мел. Кальций-СО3 или известняк-мрамор. Его вид в природе вот такой. А со следующими солями сейчас последовательно с вами будем ознакомливаться. Смотрим. Безводная сода. Обращаем внимание на схему реакции. Аммиак плюс диоксид углерода и вода образуется гидрокарбонат аммонием, который при реакции с хлоридом натрия образует гидрокарбонат натрия. Гидрокарбонат натрия, в свою очередь, разлагается на карбонат натрия, то есть натрий-2-СО3. Это есть уже, как вы видите, безводная сода. Ну и выделяется СО2, и вода образуется. Обратили внимание на рисунок, и можете из данного рисунка увидеть, как выглядит безводная сода. Продолжаем, ребята. При растворении же безводной соды в воде и последующего выпаривания раствора выделяется кристаллическая сода. Обратили внимание на данную реакцию. Натрий-2-СО3 – раствор. При его выпаривании частично вода остается в самих кристалликах. То есть образуется формула натрий-2-СО3 на 10 молекул воды. И эта точка умножения показывает на то, что здесь некоторое количество молекул воды с самой солью связано с химической связью. Обратили внимание на кристаллическую соду, как она выглядит. А мы с вами продолжим. И рассмотрим пищевую соду. Смотрим, ребята. При насыщении раствора соды диоксидом углерода образуется пищевая сода. Обратили внимание на реакцию. Натрий-2-СО3 плюс H2O плюс СО2 образуется пищевая сода. Формула пищевой соды – натрий-H, СО3 – гидрокарбонат натрия. А также, ребята, обратили внимание на рисунки и вид открытой пищевой соды. Хорошо, ребята, продолжим. Химические свойства. Карбонаты обладают общими свойствами солей и специфическими свойствами. Из данного рисунка вы можете увидеть кристаллы некоторых карбонатов. Очень красиво. Для начала рассмотрим общие свойства соли. Как и другие соли, они взаимодействуют с кислотами, а растворимые в воде карбонаты также с солями и щелочами. При нагревании карбонаты, кроме натрий-2-СО3 и калий-2-СО3, разлагаются в твердом состоянии. Обратили внимание на данные реакции. Кальций-СО3 твердый будет разлагаться на кальций-О и СО2. С данной реакцией вы уже знакомы. Далее, карбонат аммония разлагается на аммиа, воду и диоксид углерода. Дальше записываем. Гидрокарбонат магния будет разлагаться на карбонат магния, воду и диоксид углерода. Гидрокарбонат натрия при взаимодействии со щелочью образует нормальную соль. Карбонат натрия и воду. Продолжаем, ребята, со специфическими свойствами карбонатов. Смотрим. Кальций-СО3 при взаимодействии с соляной кислотой образует кальций-хлор-2, воду и СО2. Дальше смотрим. Гидрокарбонат кальция, то есть кальций-СО3 дважды при взаимодействии с соляной кислотой образует хлорид кальция, воду и диоксид углерода. Из данных двух реакций мы с вами можем увидеть, если на карбонаты и гидрокарбонаты действовать более сильной кислотой, то будет выделяться диоксид углерода. Дальше смотрим. Из данной же реакции мы с вами можем увидеть, что карбонаты подвергаются гидролизу, при этом образуется щелочная среда. Хорошо, ребята, я думаю, данную реакцию вы тоже записали. Продолжим и рассмотрим применение соли угольной кислоты. Смотрим, ребята, на таблицу. Натрий-2СО3 – это карбонат натрия. Сода, кальцинированная сода. Следующее техническое название. Области применения, обратили внимание, применяется в производстве стекла и мыла. Дальше смотрим. Натрий-H-СО3 – гидрокарбонат натрия. По-другому техническое название – питьевая сода. Может использоваться в огнетушителях, а также в кондитерских изделиях. Дальше смотрим. Калий-2СО3 – карбонат калия. Следующее название техническое – это потаж. Используется в производстве жидких мыл. И последний – кальций-СО3. Карбонат кальция – техническое название. Как вы уже знаете, это известняк, мрамор, мел. Используется в строительстве. Дальше, ребята, продолжаем. Из данного рисунка, дорогие ребята, вы можете увидеть, как происходит круговорот углерода в природе. Мертвые останки животного, растительного и водного мира образуют осадочные породы, а также залежи в виде торфа, угля, нефти, газа. Дальше, при сжигании углеводородов в атмосферу выделяется СО2. А при процессе фотосинтеза, как мы знаем, из атмосферы СО2 поглощается. Вот так и происходит круговорот углерода в природе. Дорогие ребята, я надеюсь, сегодняшняя тема вам показалась несложной. Вы записали самые основные моменты. И в свою очередь, пожалуйста, попрошу закрепить изученные на страницах 131 и 132. Желаю вам удачи! До следующего урока! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с такой темой, как основные типы высшей нервной деятельности. Узнаем, что такое характер и поговорим о способностях человека. Итак, основные типы высшей нервной деятельности. Давайте вспомним, что же такое нервная деятельность. Вот мы, например, с вами уже знаем, что высшая нервная деятельность связана с речью, с мышлением, с памятью, с сознанием. Сегодня мы с вами познакомимся с другими психическими механизмами проектирования будущего. Что это такое? Это так называемое... Если, например, речь и мышление, память – это было отражение того, что мы видим, то психические механизмы будущего – это эмоции, темперамент, характер, воображение, внимание и способности. С эмоциями мы уже с вами тоже знакомы. Итак, ребята, темперамент. Как вы видите, темперамент бывает разный. И очень часто мы по внешнему виду можем определить, какой темперамент. Что же такое темперамент? Слово «темперамент» переводится как соразмерность, разделение на какие-то части. Характеризует, что как относится человек к тем или иным событиям. В каком ритме он проводит свою работу. Как выражаются его эмоции, с какой скоростью, с какой реакцией, какая быстрота вообще его реакции на что-то. Есть несколько теорий темперамента. Одна из этих теорий – гуморальная. Вспомните, гумор означает жидкость. То есть это может быть связано с какими-либо гормонами или с какими-либо жидкостями в организме человека. А другая – физиологическая. Итак, давным-давно, еще в V веке до н.э. Известный врач Гиппократ, вы знаете, существует такая клятва Гиппократа, он описал основные типы темперамента. Он говорил, что люди отличаются своим темпераментом потому, что у них в организме преобладает либо кровь, либо флегма, это слизь, либо желтая желчь, либо черная желчь. В зависимости от того, какие жидкости в организме преобладают, от этого зависит темперамент. Его идею продолжил другой врач достаточно через длительное время. Это Клавдий Галлин. Он разработал классификацию темпераментов. Он назвал тех людей, у которых преобладала кровь, сангвиниками. Сангва – это кровь. Флегматиками назвал тех, у кого, он считал, преобладает флегма, слизь или мокрота. Холериками он назвал тех, у кого преобладала желчь от слова холео. Меланхолики – это люди, у которых преобладает черная желчь. Но в настоящее время мы, конечно, знаем, что никакого отношения количество этих жидкостей к темпераменту не имеет. Но вот уже, например, ученый Павлов, он сказал, что темперамент – это индивидуальное различие именно в нервной системе, деятельность нервной системы. Вы помните, что основными процессами нервной системы – это возбуждение и торможение. Так вот, с какой скоростью происходят эти два процесса, тем самым и отличается темперамент у людей. Основными типами темперамента, как я уже сказала, являются сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Но, ребята, есть еще и другие подтипы. Есть, например, на стыке какого-либо или даже нескольких трех типов этих темпераментов. Что из себя представляет человек, которого мы называем холериком? Можно назвать так. Его правило – не минуты покоя. У него преобладает так называемая желтая желчь – холиол. Его действия порывисты, резкие. Он может сорваться, энергичный очень, активный. Но у него эмоциональные срывы происходят. То есть это все накричал, наорал, резко сменяется настроение. И очень часто необдуманные какие-либо действия характерны ему. Другой тип темперамента – это флегматик. Его в организме, по словам Гиппократа, преобладает флегма – слизь. Слизняка, так будем говорить, низкий уровень психической активности. Редко выходит из себя, ровен, в общении. Но чувства и настроения у него всегда такие постоянные. Его ничего не волнует. Ну, произошло и произошло. Но, с другой стороны, он очень старательный. И во многих случаях он может себя провести пассивно. Но и с другой стороны, из-за того, что он не особо участен к тому, что происходит вокруг, он может продолжать свое дело. В принципе, не такой уж плохой работник. Но он чаще всего бывает ленивым. Сам глиник. У него преобладает кровь. Его правила – доверяй, но проверяй. У него очень высокая психическая активность. Он очень общительный, легко общается с людьми. Мимика у него богатая. И он, в принципе, если даже произошла какая-то неудача для него, это не главное. Он может посмеяться над ней, все, пошутил и забыл. Что из себя представляет меланхолик? Вы знаете, меланхолия наступила. Это что-то такое черное. Как раз в меланхолии есть черная желчь. Его правила – не навреди. Низкий уровень психической активности, достаточно замедленные движения. Боится сделать эти движения. А вдруг что-то случится. Он очень быстро утомляется. И если он что-то почувствовал, у него эти чувства бывают достаточно глубокие. И, как правило, это малообщительные люди. Они очень боятся других людей. Часто у них преобладают отрицательные эмоции. Будем говорить, вечные плаксы. Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Как мы сказали, темперамент влияет на скорость характера. Но самое главное, посмотрите, несмотря на то, что есть люди и сангвиники, и флегматики, и холерики, но сангвиник будет душой коллектива. Холерик – ее движущие силы. Флегматик – это совесть. Меланхолик – это мозговой центр. То есть в каждом человеке, несмотря на то, что есть различный темперамент, всегда присутствует самое главное, самое хорошее. Но на основе темперамента в какой-то степени формируется характер. Характер развивается под влиянием внешних условий. Если мы говорим, что темперамент, в принципе, в какой-то степени врожденная часть, то он формируется у человека в результате воспитания, обучения, или же человек сам над собой работает, изменяя свой характер. Вот мы говорим, какие выявлены различия между характером и темпераментом. Какая-то связь есть. Человек рождается с унаследованным темпераментом. А мы сказали, темперамент зависит от нервной системы. Человек рождается с определенным типом нервной системы. А вот характер, как мы уже сказали, он образуется в результате, человек его приобретает в результате работы над собой. Вот формирование характера большую роль играет тип нервной деятельности, то есть темперамент. Теперь способности. Вот мы очень часто говорим о том, что ты способен, ты не способен, а у тебя наоборот есть какие-то способности. Это наследственные задатки. Но если эти наследственные задатки не воспитывает в себе человек, ему не созданы условия, которые он может получить, то его способности не проявятся. Способности бывают общие, они проявляются во многих видах деятельности. Например, мы все с вами способны писать, мы все способны говорить, но есть специальные, которые проявляются в отдельном конкретном виде деятельности. Также ребята различают физические и умственные способности. Вот согласитесь, например, не каждый человек может заняться тяжелым видом спорта. Здесь должны быть физические способности. Если, например, у человека с детства имеются какие-то либо недостатки, например, в костном скелете, в мышечном скелете, естественно, вот это его физическое развитие не дает ему способности заниматься таким видом спорта. А у других людей бывает наоборот. То же самое касается умственных способностей человека. И есть такое понятие, как склонность. Вот склонность и способность – это немного разные вещи, хотя где-то они близки. Давайте посмотрим. Вот когда мы выбираем с вами какую-либо профессию, то мы учитываем интерес человека, его способность и склонность. Что такое склонность? Это желание, активное стремление что-то сделать. Ну, вот мы очень часто слово «склонность» с вами слышим. У него склонность, скажем, к музыке. Ему нравится. Ему нравится, например, какие-то песни придумывать, что-то он сам напевает, какие-то мелодии и так далее. Может быть, вполне возможно, что он будет заниматься музыкой. Если у него есть способности, то есть достаточно хороший слух, его это интересует, то он выберет профессию, в дальнейшем может стать хорошим музыкантом. Но иногда склонности бывают плохими. Давайте подумайте. Например, бывают у людей какие-то склонности нежелательные. К алкоголю или, например, к наркотикам. Такое тоже бывает. Естественно, если склонности отрицательны, человек никогда не приобретет себе ни профессию, и, естественно, это будет негативная склонность. Есть определенные физические данные у людей, которые, будем говорить, определяют его будущую работу. Например, человек обладает хорошим голосом. Он, естественно, может в дальнейшем стать хорошим певцом. Человек обладает, например, хорошим ростом. Он может быть достаточно неплохим спортсменом, скажем, баскетболистом и так далее. Но еще есть один такой фактор, который мы называем воля. Вот воля – это способность человека преодолевать все трудности. У человека могут быть способности. У человека может быть определенные склонности. Но должна быть еще и воля. Мы можем в своих мечтах что-то желать, но достичь этого желаемого мы можем, только преодолев определенные трудности. Например, скажем, вы можете закончить свое образование в девять классов и мечтать о том, что вы будете дипломатами, или же преодолев трудности экзаменов, поступая в вузы, обучаясь, работая над собой, вы достигнете необходимого результата. Мы говорим, что не существует людей без каких-либо способностей. Главное – вовремя эти способности выявить и развить. Но для этого нужна самая главная воля. Чтобы подняться по ступеням вверх и достигнуть своей мечты, у вас должна быть, естественно, железная воля. Итак, ребята, основные типы высшей нервной деятельности – параграф 38 на странице 134 и параграф 39 на странице 139 «Характер и способности». До свидания, ребята! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова